Девушки отдыхают 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 Так что ждем, ждем мы, конечно же, от него свершений. Но на тот момент Эдди Альварес был, наверное, суперзвездой промоушена Бьерна Ребни. Вспоминал ты про Чендлера, Артем ему же уступил. Эдди Альварес на 52-м турнире. Затем была победа над Шиней Аоки техническим нокаутом на Белатер 66. И выход вот на этот бой. Всего было 23 победы и 3 поражения у Эдди Альвареса. И по большому счету эта встреча с Патрикой Фрейрой это еще один камешек становления этой огромной личности под названием Эдди Альварес. Настоящий локомотив в мире ММА. Очень много сделал этот парень для развития смешных единоборств. В первую очередь, потому что на его бои нельзя смотреть спокойно. Он всегда устраивает шоу. Кто бы ни стоял вместе с ним в клетке, бой будет очень интересным. Так, ждем представления бойцов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Патрикой Фрейрой, Патрикой Фрейрой, Патрикой Фрейрой. Большой Джон и слово спокойствие, наверное, всегда должны стоять в одном предложении. Абсолютно невозмутим этот специалист. Патрикой Фрейрой, Патрикой Фрейрой. Если вы хотите, чтобы вы не могли сглазить, то сейчас. Попробуйте, начинайте. Добро пожаловать. Чего нельзя сказать об Патрике Фрейре и Эдди Альваресе. Вы посмотрите, как они рвутся в бой. Просто классика ММА. На око БеллатР 76, 2012 год. Вспоминаем главное событие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как сейчас посмотрел Эдди Альварес на Патрике Фрейра, который просто съедал его взглядом и начинает сразу же активно этот бой Эдди. Очень много перемещений. Каждый пытается выиграть пространство. Лучше это получается у Эдди. Ну и сильной стороной и того и другого является до сих пор именно ударная техника. Подбирают дистанцию и никак не удается никому попасть. Первый лоу-кик очень осторожный от Альвареса. Смотрите, как ищет атаку на смещение. Да, очень-очень быстро перемещается. Вот сейчас мог бы поймать, но пока оба на ногах. Кажется, что чуть быстрее Эдди. Патрике выжидает, как всегда, правую сильнейшую держит заряженной. Но пока не взрывается. И как пропускает Патрике. Но поднимается, вы посмотрите, идет вперед. Идет дальше атаковать Патрике. И он все переворачивает с ног на голову в этом бою. Голевой момент выражается футбольным языком, безусловно. Вот у меня мысль промелькнула, когда упал Патрике на настил. Сразу же, как Альварес упал в бою с Макгрегором. Не знаю, почему, но это пролетело. Фантастическую стойкость сейчас продемонстрировал Патрике. И при этом тут же поймал момент. Сразу же пошел в атаку. И чуть было не вырубил самого Эдди. Но тот также остался на ногах. И феноменальный отрезок оба показали. Это было эпично и очень опасно для обоих. Вот сейчас контроль у сетки. Следи, следи внимательно за ударами. Да, в Патрике пить не стоит. И такое ощущение, что у этого противостояния есть какой-то прописанный сценарий. Ребята знают про него, зрители нет. Мы показали вам яркое начало. И сейчас что-то будет дальше. Приготовьтесь. Наберите воздуха. Налейте чайку. Пока клинч. Подвисает. Подвисает, как будто бы тишина перед взрывом. Обрабатывает левым коленом. Эдди Патрике. И тот уходит все-таки. Да, вышел он из этого контроля. И оба стойки вновь в центре. Смотрите, как сухо выглядит Эдди Альварес. Есть покраснение. Там даже гематома в районе левого глаза у Патрике. Небольшое рассечение у Эдди. Также имеется со стороны левого виска. Еще очень интересно посмотреть за тем, как работает корпус. Эдди Альварес. Очень здорово он качает. И быстро перемещает центр тяжести. Непонятно, откуда прилетит сильнейший удар. То ли справа, то ли слева. Неплохо сейчас заходил Эдди Альварес. Патрике также выжидает. Начинает раскачивать Патрике. Бросается вперед. Неплохо, кстати говоря, атакует Патрике. Вообще на скачке именно с левой руки. Еще одна атака. Здесь уже был джеб. И нет, это был шанс для Альвареса. Прометчиво иногда уходит Патрике, разворачиваясь спиной. Супермен панч. Место фактически от Альвареса. Шеп и справа прилетает в ответку Эдди. На какой скорости все это делается? Очень быстро. Кровотечение. Есть в районе левого глазу Альвареса. Все ближе. Отмеряет джебом. И стомб по бедру от Патрике. Бразилица, кажется, немного не в своей тарелке. Очередная порция улова кофинтов от Альвареса. Давит, давит. Продолжает Эдди давить. И вот попытка джеба. Качает головой Патрике. И пробивает хайки. Довольно много левой ногой вообще работает в этом поединке Патрике. Смена стоек от Альвареса, но без удара. Лоу-кик. Нет, не стал выбрасывать апперкот. Там намечалась хорошая атака снизу, справа от Альвареса. И правый прямой. Попадает. Держит, держит пока Патрике. Пытаются поймать друг друга. Двое на атака с правой руки от Альвареса. Он быстрее. Он по-прежнему быстрее и в перемещениях, и с точки зрения скорости ударов. Продолжает давить Эдди уже возле сетки. И оказывается Патрике. И здесь опасно. Пасна удар. Все. Вы это видели? Удар вправо, точно в челюсть. Вау. Эдди Альварес. И принимает тут же поздравления. Тот Андерсон все-таки намекает на то, что было бы неплохо зайти. Но Альварес убирает другой маршрут. И чуть ли не покидает вообще арену в Канадском Онтарио. Эдди, куда ты? Он вернулся. Он возвращается. И какой же нокаут, друзья. Очень напомнил мне этот удар. Удар Тайсона Немо в бою с Алибо Гаутинова. Также с правой ноги, точно в челюсть. Но и все-таки один раз, по-моему, еще добил Эдди после падения уже Патрике. Одна из ярчайших побед Эдди Альвареса вообще в карьере. Ну, про его историю после 76-го турнира рассказывать можно очень долго. Естественно, была очень длинная история в UFC, где он был чемпионом. Потом проиграл Конору Макгрегору. Битвы с Дастином Парье и так далее. Переход в One Championship. Все вы это наверняка знаете. Патрике по-прежнему в Белатре. И не просто в Белатре. Он чемпион в легком весе на данный момент. Смотрим повтор в финал этого боя. Удар пропускает мощнейший. Патрике, конечно, не видел как будто бы момента. А вот прямо сейчас провести реванш. Вернись Эдди Альварес в Белатре. Патрике чемпион. Я бы на это посмотрел. Я бы тоже. И причем с радостью, с удовольствием. Но после такого боя, после такого, конечно, обидного для Патрики поражения, их карьеры все-таки, все-таки развивались в лучшую сторону. Но и эти двое еще свое забрали и получили сполна. Просто огромное количество эмоций у Эдди Альвареса. В тот вечер у него все получилось как нельзя лучше. И все-таки Патрике и Фрейре и Эдди Альварес – это действительно бойцы, спортсмены, да и просто люди, благодаря которым мы смотрим ММА, мы любим ММА. Бам! Ну и еще один раз добавил с правой руки, да. Да, роскошный нокаут. И совершенно правильно ты сказал, именно такие бои приводят новых людей в этот вид спорта. И фан-база растет с каждым днем благодаря таким исполнителям, таким спортсменам, таким бойцам, как и Эдди и Патрике. Привет, Блэк Зиллиандс! Майк Гумар! Привет, Блэк Зиллиандс! Передает известнейшему залу. Эдди Альварес. И поздравляет с днем рождения кого-то, кажется, одного из тренеров. Наверное, ее. Кого-то по имени Лу. Возможно, это она, будучи в тот момент его девушкой или даже женой. Ну что ж, вместе с вами тот поединок и тот турнир вспоминали комбинатор Алексей Володин и Артем Давыдов. Всем спасибо, друзья. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok